Могу найти капитал, но боюсь, прогореть. Я уверен в себе, что справлюсь, но вот не хватает пенька мне. Как быть, подскажите, пожалуйста. Родни считают продавать вещи гиблое дело. Вау, да вы что? Как увеличить свой капитал? Продавать одежду это гиблое дело? Что за слова такие? Но то, чем я занимаюсь сейчас, мне не по душе. Хотели бы работать на себя, открыть небольшую фирму, но супруга меня все время отговаривает. Работайте на себя. У меня вопрос такой. Хочу открыть транспортную компанию, чтобы вы посоветовали. Максимально работать бы. Когда можно найти инвест-партнера? Есть ли 6 вещей? Проверено. Первый. Продукт востребован. Второе. Треста несколько вопросов. Хотел открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Треться ли что-то встать? Треться ли что-то помогать большее количество людям? Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши читатели. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы до Влатова». Хочу ответить на несколько хорошие вопросы. Всегда, если вам нравятся эти ответы, если вы видите в них что-то польза, ставьте лайк, рекомендуйте своим знакомым, друзьям. И, пожалуйста, комментарии, пишите, чему вы полезное получили, чтобы закреплить результат из каждой вот этой рубрикой. Обязательно, пожалуйста, в комментариях пишите, пожалуйста, свое мнение, либо пишите то, что вы получили и так далее. А если у вас похожий опыт есть, пожалуйста, рекомендуйте свой опыт, потому что благодаря YouTube это много людей из разных стран мира смотрят. Так что это здорово. Ассаламу алейкум, уважаемый Садмирот Довлатов, мир вам и вашим родним в обоих мирах. У меня такой вопрос. Живу в Алмате, занимаюсь вещами. Если быть поконкретнее, продаю копии люксовых брендов через Instagram. Качество хорошее, люксовое. Практически не отличается от оригинала. В среднем на одну пару обуви чистая маржа остается 40 долларов. На футбольке 19 долларов и так далее. Прибыль неплохая, но это время не заработок, так как часто блокируют Instagram. Проходилось пару раз создавать новую страницу и по-новому искать клиентов. Платить за рекламу блогерам и так далее. Многие клиенты говорят, открыть магазин, слиясь на то, что в городе нет вещей с такими качествами копии, с такими низкими ценами. А чтобы открыть магазин, нет денег, кредит не хочу, брат, так как не дозволено религии. Родни считают продавать вещи гиблое дело. Вау, да вы что? В обороте примерно 5000 долларов. Посоветуете, как быть? Как увеличить свой капитал? Дорогой мой, если у вас получается, и вы получаете прибыл, вам надо обязательно это дело развивать. Продавать одежду, это гиблое дело? Что за слова такие? Вы не слушайте их, пожалуйста. Шанель по всему миру продает. Подиум, Перкордин, Версачи, они все продают. И что, кто-то их считает, что плохое дело? Вы что? Продолжайте делать. Это очень хорошее дело. Вы нашли свою работу. Это очень хорошее дело. Продолжайте. Те люди, которые, возможно, родные, которые вам так говорят, возможно, они эту работу просто не знают. Или не понимают. Суды, это работа. Поэтому они так говорят. Посмотрите, Zara по всему миру. Посмотрите, они продают. HMD, посмотрите, везде продают. Gucci и так далее. Поэтому вам не надо, даже думать, даже не надо. Если вот это вы делали, вы получаете прибыл. Продолжайте мой совет к вам. Только делайте такую вещь. Найдите себе партнера, инвестора, которые будут вкладывать вам в это. Запомните, когда можно найти партнера, инвестора. Чем отличается партнер, инвестор от кредита? Когда вы берете кредит, это ваш личный риск. Он получится, не получится, надо вернуть. И иногда, порою, в дальний момент, может быть, у вас не получается, и вы попадаете резко. То есть вам придется поставить оборотов витаск, куда отдавать деньги. И вы можете потом, чтобы закрыть кредит иногда, брать новые долги. Это иногда становится большая проблема. В вашем случае, инвестор-партнер очень выгодно. Отличие кредита от инвестора-партнера чем? Смотрите, кредит – это ваш личный риск. Когда вы найдете инвестора-партнера, это риск инвестора. А когда вы найдете партнера, это совместный риск. То есть, видите, ваш риск уменьшается. Да, вы доходом делитесь, но риск тоже меньше становится. Когда можно найти инвестор-партнера? Если 6 вещей проверено. Первый – продукт востребован. Второе – рынок готов. То есть, потребность есть. Клиент знает это. Клиент понимает это. Тебе не надо его постоянно убеждать. Клиент это понимает. Третье – идея работает. То есть, эта идея можно превращать в бизнес. Эта идея не на уровне просто фантазии, а на уровне практически его можно реализовать, превращать в бизнес. Следующее, четвертое – ты можешь создать команду. Ты попробовал, понял, что команда получится у тебя создать. Есть люди, у которых классная идея, но эту идею либо превращать в бизнес трудно, либо они не могут создать команду. Пятое – ты сам готов. Ты сам уже понял, что ты можешь это делать. Ты тестировал, у тебя получается. Придет. Шестое – система. Ты можешь создать, и система работает. Возможно, в дальний момент сейчас у вас знаний не хватает, чтобы создавать систему, но это вы можете научиться, старайтесь. Так что многие показатели у вас есть. Попробуйте привлечь партнера, партнер-инвестора. Открывайте и офлайн-магазин, но и активно продвигайте онлайн тоже. Онлайн надо активно продвигать. У меня есть такой ученик, который точно так же, как вы, занимается. Вот так копию продадут, как раз бренды в одежде и так далее. Он очень хорошо поднимался. Могу уверенно сказать, знаете, сколько, как он начался? Августе или сентябре 2019 года он начинал, по-моему, или октябре. В общем, за год три месяца или год четыре месяца он начинал где-то в районе 19 миллион тенге или 20 миллион тенге начинал. За полтора года он дошел, за годы три-четыре месяца он дошел, 270 чем-то миллионов. Он учится у меня индивидуально, так что я знаю, что это бизнес прибыльно. Идите вперед. Да поможет вам Аллах. Аноним. Здравствуйте, уважаемый Садмурот. Раджабович, я из Казахстана. Я всегда смотрю ваши ролики на YouTube. Читаю ваши книги. Они мне очень нравятся. Вы меня вдохновляете. Вы молодец. Спасибо. Здоровья вам и вашим родним. Посоветуйте, пожалуйста, как мне поступить. Мне 27 лет, и у меня есть любимая спруга и маленький ребенок. Я работаю на хорошей работе. Спруга тоже работает, зарплату платят вовремя, без всяких задержек. Я не жалуюсь. Но то, чем я занимаюсь сейчас, мне не по душе. Мне очень нравится. На выходных и праздничных днях мы с братом работаем на себя, устанавливаем видеонаблюдение. Строительные, отделочные работы. Клинки есть, но не хватает времени. Хотели бы работать на себя, открыть небольшую фирму по установке видеонаблюдений и строительных работ. Но супруга меня все время отговаривает. Да так, что я сам начинаю сомневаться. Говорит, не пойдет это бизнес. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить правильно. Стоит ли мне уходить с работы, где я зарабатываю стабильно, но мне не нравится, чем занимаюсь, или уйти с работы и работать на себя. Заранее большое спасибо. Если вы тестировали то, что вы делаете вот это строительная монтажная работа и видеонаблюдение и так далее, у вас доход уже получается точно такой же доход, как вы работаете, получаете на зарплату, тогда идите, займитесь своим бизнесом. Я повторяю, если вы сейчас в своем бизнесе уже получаете такой же ближайшим сумму, или такой суммы, или ближе к такой сумму, как ваша зарплата, уже более полгода вы получаете такую сумму, уйдите, уходите из зарплата, работайте на себя, работайте, строите свой бизнес. Почему? Отличие зарплаты от свой бизнес в том, что когда вы в бизнесе у себя работаете, бизнес останется вам, а когда вы на зарплату работаете, стоит, чтобы вы ушли, вам ничего не останется, потому что то, что вы получили зарплата, это единственное то, что у вас есть, это деньги. А здесь вы получаете и деньги, и актив, а там вы получили только деньги. Так что, я вижу, что вы умный человек, талантливый человек. Вообще, люди, которые к нам обращаются, это люди, которые уже жизни осознанно идут к этим вещам. Я вижу, что вы ответственны за себя и за свою семью, это видно. Так что делайте, не надо даже проживать. Можно понять вашу жену, вашу супругу. Почему? Потому что она боится, что вдруг лист у вас не получится, а семью-то обеспечен надо, чтобы не попались в долгах, кредитах, поэтому она боится. И понять можно, это естественно. Мы все такие люди, мы все так. Поэтому не бойтесь, если видите, что доходы от бизнеса уже дошло до уровня, до уровня, скажем, тот зарплата, которую вы сейчас получаете, все, начните делать. Аллах даст у вас все получится. Добрый день, Сальмур Раджевич. Вы очень полезный и дорогосенний человек. Семью своему и всем остальным, кто вас смотрит, с вами работает. Спасибо. Меня зовут Умарали, мне 29 лет. Я из Таджикстана, живу в Москве. У меня своя компания. Занимаюсь монтажем инженерной сети на новостройках. Слава Аллаху, с 2013 года работаю самостоятельно. На сегодняшний день у меня работают более 100 человек в Москве и в Санкт-Петербурге. Молодец, умерели. Я восхищаюсь с тобой. У меня вопрос такой. Хочу открыть транспортную компанию для перевозки товаров Российской Федерации по СНГ и хочу заниматься бизнесом на международном уровне. Что бы вы посоветовали? Расширить свою компанию или же расширить сферу в количестве? Сам уверен, что смогу организовать любую, но куда больше тратить сил. Спасибо заранее за ответ. Стань лучшим пожеланием Умарали. Умарали, дорогой, вот то, что вы делаете сейчас вот это инженерные сети и так далее. Увеличивайте в это направление. Сейчас в связи с тем, что реновация идет в Москве, говорят, что почти 60% те дома, которые Хушевские, те дома, которые были четырехэтажки, пятиэтажки, девятиэтажки, они все меняются. Так что за последние 10 лет будут огромные количество работы в Москве. Вы что, куда собираетесь? Никакой логистика вам не нужен. Я бы на ваше место еще создал 10 таких команд максимально работали именно инженерные сети и так далее. Вот где вы заработали свои деньги, в это направление расширяйтесь, развивайтесь. В ближайшие 10 лет, по крайней мере, даже не смотрите на что-то другое, потому что сейчас в дальний момент идет вот эта реновация, вы дожди максимально успевать в этом, больше зарабатывать. Делайте этим, тем более сейчас как? Рыник строительный рынок сейчас в России, она очень востребована для таких компаний, как вы. Почему? Все молдаване уже туда не ездят. Большинство ребят, которые с Молдавии, они уехали в Европу работать в связи с тем, что курс рубль упал. Украинцы туда не едут. Например, в 96-97 годах, 2000 годах много украинцев там были. Украинцы и молдаване, все они едут сейчас в Европу. А Прибалтика сюда не приедет. А туда строительные работники остались кто? Азиаты. У тебя большой шанс, дорогой. Так что работай. У тебя рынок очень большой. Так что работай. Зарабатывай. Здравствуйте, уважаемый сэрмот Довлатов. Меня зовут Рустам. Мне уже 33 года. Я из Казани. Всегда смотрю ваши тренинги. Очень нравится. Работаю я в сфере энергетики, а именно в электролаборатории и дополнительно занимаюсь электромонтажем с 2009 года. Хочу открыть свою электромонтажную фирму Акс Но у меня нет капитала. Могу найти капитал, но боюсь прогореть и останусь в долгах. А у меня семья, двое детей, ипотека. Я уверен в себе, что справлюсь, но вот не хватает пенька мне. Как быть, подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо, наставник. С уважением. Рустам Балатбекович. Рустам, дорогой, никогда не надо начинать бизнес долгами. То есть, брать долг и начинать бизнес не стоит. Потому что вы не знаете, это пойдет, не пойдет, эта идея работает, не работает, неизвестно. Поэтому не надо так делать. Тем более, когда ипотеки есть и так далее. попробуйте в сфере электромонтаж создать команду именно в этой сфере. Вот, вы говорите, я хочу открыть свою электромонтажную фирму. Попробуйте именно в этом разработать бизнес-план, бизнес-план именно электромонтажную. Найти себе партнера, но долго не берите. Найдите себе партнера, инвест-партнера и вместе с ним начните работать. У меня есть очень хорошие ученики в Москве, которые именно этим занимаются, электромонтажную работу. Это очень прибыльно. Я очень хорошо знаю, что это такое. Поэтому обязательно открывать свою компанию, обязательном порядке откроете. Но найдите партнера, потому что там много денег вам не нужен, только нужен для начального, чтобы небольшие тендера вы начали участвовать, чтобы вам давали тендера, чтобы вам давали заказы. Поэтому в самом начале вам нужен будет инвест-партнер немножко. Поэтому найдите. А если тяжело вам найти серьезного партнера, тяжело вам найти серьезного партнера, тогда сделайте так, просто одноразовый партнера, как стратегический партнер подтяните. Например, вы находите своего знакомого или друга, у которого есть чуть-чуть деньги, вы говорите так, вот есть объект или возле тендер, я хочу участвовать, ты будь просто инвестором именно этого проекта. И вот доход мы с тобой делим. Он только в этот тендер, например, вы выиграли тендер, скажем, на 5 миллионов рублей, например, чтобы вам давали этот тендер, первоначально нужно 2 миллиона всего лишь. Обычно у вас там банк вложишь куда-то, чтобы давать и так далее. Условия есть какие-то там тендера. И он возможно вам дает это 2 миллиона. Вы выиграли этот тендер, вы делали этот тендер, у вас прибыль осталась полтора миллиона рублей, чистый прибыл. Например, вы когда закончите это все проект, вот это полтора миллиона, делитесь с ним. Может бы вы 50 на 50 делили, в самом начале так и делаете. То есть получается, что у вас появился инвест партнер, который только сделан на одном проекте. Проект закончился, его деньги верните, он видит, почувствует прибыл, почувствует, что у него получается с вами работать. Потом появляется второй тендер, еще раз предложите. Вот таких партнеров несколько делите, которые сдельно работают с вами. Они не участвуют в вашей компании, они внутри компании, вы не завели их, но они являются партнерами на разных проектах. Я свое время так делал 29 таких партнеров, чтобы выбраться. У меня же не было денег, я же был в долгах, надо было как-то выкручиваться, поэтому я делал таких партнеров, я заработал, они заработали. Выделите то же сами, скажем, несколько таких партнеров найдете, которые по этих проектах работают с вами. Проект завершилось, его деньги верните отдайте, должен получать свои деньги, тогда честно поступайте партнерами, работайте всегда честно, а потом когда второй раз у вас проект, опять предложите, когда люди получают деньги и вы обратно возвращают, получают, они второй раз вам еще больше будут вкладывать с вами, потому что видят, что с вами можно зарабатывать. Помните, если вы даете шанс людям зарабатывать, они всегда ищут такие возможности, где с кем можно зарабатывают так что делайте этого бог даст у вас все получится обязательно откройте компанию мой совет к вам ростом обязательно откройте потому что я знаю как это прибыльно хорошо дорогие друзья задавайте актуальные вопросы посмотрите почта который под видео с радостью отвечаю на все ваши вопросы если вдруг или это не читаю ваши вопросы лиме ваше имя не озвучивали так далее значит похожий вопрос есть другие рубриках анализируйте ищите посмотрите ответе всегда найдете пожалуйста будьте с нами читайте книги посещайте тренинги подписывайтесь на наших каналах рекомендую своим знакомым вашим услугам бизнес наставник из востока